Я думаю, у каждого на кухне есть вот такая вот сольница-перечница. Она очень удобна и проста в использовании. Снимая крышку, а там приправы, соль, перец, все это мелится и отлично посыпается на наши любимые блюда. Во время своих кулинарных рецептов я постоянно им пользуюсь, и он не успевает сломаться, успевает именно закончиться. Вот в чем проблема. Даже иногда они лучше работают, чем специальные перечницы многоразового использования, которые специально были разработаны для этого. Бывает, что-то попадет внутрь, и она уже не прокручивает, а потом прокручивает слишком много и постоянно высыпается. Но раз она закончилась, значит что? Нужно идти покупать новую, а эту выбросить? Нет, как правило, измельчитель очень надежный, все еще рабочий, но так как все закончилось, я хотел бы сюда засыпать свою соль, свои приправы, перец и продолжать пользоваться, но вот незадача. Она прокручивается, но она несъемная. Дело в том, что там внутри нет резьбы. То есть она защелкнута на заводе, и уже снять ее не представляется возможным. Или, по крайней мере, это очень сложно. Я достаточно сильно давлю, и снять у меня не получается. Ну вот, сломал. Нет, все нормально. Но есть способ для того, чтобы наполнить своими приправами солью или перцем, и продолжать пользоваться измельчителем. И многие уже знают об этом, пользуются успешно. Если вы нет, то я сейчас быстро покажу, что для этого необходимо. Для того, чтобы нам с легкостью снять вот эту пластмассовую крышку, нам поможет физика. Опускаем ее в кипяток, и даем пластику расшириться. Буквально 20, может быть 30 секунд. Продолжение следует... После этого с легкостью открываем. Теперь сюда можно будет заправить нашу соль, перец или другие приправы, и пользоваться еще много-много раз. Никогда не заполняйте баночку до конца, потому что нам нужно место, чтобы можно было перемешать соль вместе с перцем и другими приправами. Дальше просто захлопываем. И все на своих местах. Пожалуйста, таким нехитрым способом мы реанимировали, можно сказать, нашу перчницу, сольницу. Давайте проверим, как работает. Ну что ж, как мы проверили, все работает, поэтому для тех, кто не знал, знайте, теперь такой способ есть. Пользуйтесь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до новых встреч в эфире. С вами был Сергей Перетягин. Пока!